Дневной разворот Рассказывает о спектакле, который Скоро состоится в галерее прогресса 11 ноября Бродский Второе слово не помню Дмитрий нам напомнит Как обычно будем разыгрывать билеты Задавать вам вопросы Вы будете звонить 211 101 И в случае правильных ответов получите Те произвели, которые мы озвучим через час Мы сейчас говорим на русском языке И не задумываемся О том, на каком мы языке вообще говорим Потому что мы носители Немножко подобны одному персонажу Литературному, по-моему, из французской классики Который тоже говорил всегда по-французски Потом с удивлением узнал, что оказывается Он говорит по-французски А вот у кого-то проблемы с русским Большие имеются, в первую очередь у жителей Других государств, которые бы хотели бы Освоить наш язык Но в силу того, что они родились В другой местности, это им немножко мешает Вот так незамысловато подвожу К нашей теме Дневного разворота И сразу же представляем наших гостей Это Елена Васильевна Воронова Руководитель международного проекта Международного проекта «Русский онлайн» О котором мы сегодня как раз будем говорить Филолог, культуролог, кандидат к культурологии Доцент кафедры журналистики И интегрированных коммуникаций Вятского госуниверситета Добрый день Добрый день, ну можно просто Елена Да Хорошо И еще наши гости Наталья Валентиновна Муравьева Ректор Академии коммуникации и информации Доктор филологических наук Профессор, член Российской коммуникативной ассоциации Здравствуйте Добрый день Я думаю, что наши слушатели сегодня впервые восприняли Вот, да, такое словосочетание «Русский онлайн» Это проект Вятского государственного университета Все верно Международный Международный проект В этом его соль, мне кажется О нем поподробно поговорим И хотим предупредить наших слушателей о том, что У нас будет целый цикл программ Мы будем привлекать внимание Потому что понимаем, что проект очень важный и нужный Популяризация русского языка, да, по-простому говоря Причем его популяризация и продвижение В том числе за пределами нашего государства Проникновение наше на планете Особенно заметно вдалеке, как Белый Высоцкий в свое время, да? И там тоже есть надписи на русском языке Не буду повторять где Да Вообще, мне кажется, что это вопросы государственной важности Безусловно, да Государственной важности В том числе национальной безопасности Как это принято обычно говорить Итак, проект «Русский онлайн» Наверное, Селина, с вас начнем Вы как руководитель Да, я вначале расскажу По инициатору Инициатором является Министерство образования Науки Российской Федерации Почему? Потому что развитие всестороннего продвижения Применения, распространения русского языка Это, конечно же, стратегическая, приоритетная цель Нашего государства Имеющая долгосрочный характер Почему? Причин несколько Я могу назвать две Первое Русский язык – это эффективный инструмент Для реализации внешнеполитических интересов России То есть это так называемая мягкая сила Во-вторых А чей это термин, простите, мягкая сила? Мягкая сила – это термин Это дипломаты придумали? Возможно Но, тем не менее, этот термин употребляется даже В докладах о русском языке в мире Который делает раз в три года Министерство образования науки Российской Федерации А мы сейчас никакой тайны не раскрываем? Нет Что существует такой термин на международном уровне? Я думаю, что на самом деле термин совсем не русский Потому что это явный перевод с английского И поэтому звучит для русского слуха Немножко странно Как по-английски это звучит? Мягкая сила Мягкая? Да, мягкая сила Давайте мы сегодня будем говорить по-русски Пусть будет мягкая сила В целом, получается, это инструмент по реализации внешнеполитических интересов нашей страны И, во-вторых, русский язык, вне всякого сомнения, это основа государственности, нации, гражданской самоидентичности, культурного, образовательного единства многонациональной страны Вот оно, к сожалению, в нашей стране и в мире существует такие тревожные тенденции, как снижение языкового присутствия русского языка в коммуникативном пространстве Ну вот, например, примерно в Советском Союзе было 350 миллионов человек, которые знали русский язык Вот по прогнозу Министерства образования и науки Российской Федерации, к 2025 году количество знающих русский язык сократится до 215 миллионов, а к 2050 году вообще до 130 миллионов А сейчас, простите, какая цифра? А сейчас примерно ориентировочно говорят, ну вот в этих вот пределах идет там 250 миллионов, некоторые говорят, другие источники, да, что чуть ли там не 150 Ну все равно ведь, если мы приезжаем в бывшие республики СССР, там русский язык пока еще активен за счет этих людей, но уже их дети, по-моему, уже многие не учатся Это Российская Федерация, в общем, плюс страны СНГ Потому что если взять, скажем, ту же Туркмению, где государственный язык туркменский и английский, а русский только третий, то уже понятно, что там мы скоро потеряем носительный язык В Туркмении русский никогда не был распространен, поэтому, да, но беда в том, что уже и в Армении не говорят по-русски, дети не говорят по-русски Вот именно дети, взрослые это говорят Да, взрослые говорят, а дети уже нет, то есть следующее поколение не будет говорить по-русски И мы теряем как раз-таки исторические связи, языковые, культурные Влияние, в общем, это влияние, культурное влияние в том числе Совершенно верно, потому что снижение языкового присутствия – это демонстрация снижения авторитета страны и влияния страны в международном пространстве Ну и кроме того, можно привести пример не только количественное снижение, но и качественное, и в частности, можно привести пример о уровне владения русским языком носителями нашей страны Вот в частности, в одной из передач или канала культуры Сергей Миронов приводил такую интересную статистику Это лидер справедливо-россов, имеем в виду? Да, в частности, он говорил о том, что, согласно социологическим опросам, примерно 5% жителей нашей страны говорят на русском литературном языке То есть в чистом языке, и при этом 61% используют не нормативную лексику, инвективную, браунную лексику, в частности мат 25% используют арго Арго – это язык криминальных субкультур, когда преступники, чтобы передавать информацию и получать, а при этом быть непонятными, создают свой язык, так называемый фене или блатной язык Ну, сленг некий Да, именно арго, гоп-стоп Да, гоп-стоп По фене ботают, ладно Там 25% говорят на компьютерном языке, так называемом, и так далее То есть мы-то с вами понимаем, что отсутствие дилектизмов, жаргонизмов, просторечий и так далее – это важное коммуникативное качество И наоборот, присутствие этих элементов в нашей речи приводит к коммуникативным конфликтам, к непониманию Вот могу привести абсолютно реальный пример, связанный с дилектной лексикой С одной стороны, диалект – это очень хорошо, потому что в диалектных словах отражается дух нации, дух места История, и, например, невозможно понять культуру донских казаков в Одиссея 20 века, в романе «Попея войны» Невозможно понять без дилектной лексики, но, тем не менее, она может приводить к конфликтам коммуникативным из-за своей территориальной ограниченности Так вот, несколько лет назад в нашем университете училась девочка, очень хорошо училась Вы сейчас пример хотите привести, да, как она говорила? Да, 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 вот она училась очень хорошо, но она не приехала на контрольную точку, на экзамен И когда стали выяснять, а почему, она сказала, ну вы знаете, я с Бадуна Вот, казалось бы, ну на самом деле никакого конфликта не было И ничего плохого не было, почему? Потому что девочка живет на территории Кировской области, которая граничит с Мариэл Где проживает представитель финно-угорской культуры, а именно Марийца Так вот, на этой территории среди Марийцев есть такое божество Бадун Вот там, чтобы было понятно Это праздник какой-то был? Да, да, да Это вот как у православных есть родильская суббота, связанная с повиновением усопшим Так и у них на этой территории вот Бадун И получается, что девочка была действительно с Бадуна, но она была на... Не с того Бадуна, про который подумали здесь, в Кировской области Да, 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 да И вот это представители одной территории, жители одной территории не поняли друг друга Вопрос только в том, Елена, чья тут вина? Этой девочки или всех жителей Кировской области, которые не поняли Да, совершенно верно В любом случае это барьер Барьер, безусловно Недопонимание Безусловно Да, вот И поэтому Вот там снижение искового присутствия русского языка в международном коммуникативном пространстве Снижение, так скажем, уровня владения языком на территории нашей страны Но это можно так же сказать, снижение присутствия русского языка в русском пространстве В российском пространстве То есть то же самое Привело к тому, что на государственном уровне разрабатываются программы Вот в частности, федеральная целевая программа 2016 год, 2020 год Которая как раз направлена на развитие всестороннего присутствия русского языка На его распространение и на его продвижение Вот, и наш университет, Вятский государственный университет, стал одним из участников по реализации Мы предложили свою программу Вот, отлично И нас поддержали Как раз мы дошли до первого перерыва сейчас Через 40 секунд мы узнаем, что же это за программа Продолжаем нашу беседу Мы говорим, напомню, о проекте «Русский онлайн», который зародился, вызрел в Вятском государственном университете Мы беседуем, во-первых, с Еленой Вороновой, это руководитель международного проекта «Русский онлайн» Филолог, культуролог, кандидат к культурологии, доцент кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ И с Натальей Муравьевой, это ректор Академии коммуникации и информации, доктор филологических наук, профессор, член Российской коммуникативной ассоциации И так несколько секунд назад мы остановились на федеральной программе, которая позволила эти идеи начать реализовать Ну, по крайней мере, пока они есть в какой-то теории Нет, они уже начинают реализовываться Давайте по порядку пойдем В целом, наш проект «Рыбы» был поддержан, нам выделили несколько миллионов На реализацию этого проекта подразумевает активацию вообще интереса к русскому миру Выделили или вы выиграли? Это некий грант какой? Да, был выигран грант Да, был выигран грант, несколько миллионов, в принципе, всю ту сумму, которую мы затрачивали, нас поддержали И уже перечислили эти деньги Так вот, грант в целом посвящен активации интереса к русскому миру и к различным инструментам постижения этого мира Ну, конечно же, в частности, к русскому языку, к образованию на русском языке, к русской культуре, к русской истории И у нас сейчас разрабатывается следующее направление, очень интересное Первое – это курсы повышения квалификации, международные курсы повышения квалификации У нас уже прислали заявки на повышение квалификации более 200 человек Причем, география самая различная То есть, кто эти люди по профессии и откуда они? Эти люди со всего мира Вот сегодня с утра То есть, повышать квалификацию какую они собираются? Повышать квалификацию – это преподавание русского языка как иностранного То есть, люди, которые где-то за пределами России преподают русский язык как иностранный Да, совершенно верно Отлично, удачи Да, совершенно верно Вот сегодня с утра была заявка из Индии, уже прислали из Австралии Прислали из территории бывшего СНГ А из каких интересных территорий? Из Азии Из Таджикистана, в частности, и так далее Вот примерно у нас уже сейчас заявок примерно 200, да, вот этих заявок Но у нас еще продолжается набор до 1 ноября А сколько вы планируете вообще принять их? Мы планируем Или сколько уже хлынет? Не менее 200 Не менее 200, да А преподаватели-лекторы у нас отозвались из Оксфорда То есть, Англия у нас будет читать Из Канады, Монреальский университет Из Германии Из Китая То есть, у нас еще будет восточное направление И, конечно же, из нашей страны В частности, будут лекторами преподаватели из МГУ Институт Пушкина А из ВятГУ? Из ВятГУ обязательно Обязательно Потому что я все жду, когда скажут наши курсы И когда наши-то появятся Как у России У Ритая Да, почему нам захотелось охватить, так скажем, вот три пространства То есть, с одной стороны, Запад А с другой стороны, Восток и Россия Елена, простите, перебью Просто у нас работа такая Еще уточняющие моменты Как узнают, что нужно подавать заявки Где размещена информация? Информацию мы сами отправляем Мы сами отправляем А, рассылка существует? Да, у нас идет рассылка У нас идет рассылка на нескольких языках Вот, и самое интересное, что То есть, вы обращаетесь к преподавателям русского языка на нескольких языках? Да, в зависимости от того, куда мы отправляем Если на территории нашей страны Вот уже вы говорили русский язык То есть, даже преподавателям русского языка мы отправляем заявки на нескольких языках И у нас Это уже некий экзамен для преподавателя И у нас очень интересно, например, коллеги из других стран, которые преподают русский язык, они просили, чтобы у нас был второй рабочий язык наших курсов английский, и поэтому у нас повышение квалификации будет одновременно на двух языках, основной это русский, а второй это английский язык. Это в принципе тоже свидетельствует о том, в какой ситуации сейчас находится наш государственный язык. Вы знаете, хотела бы небольшой пример привести, он немножко из другой области. У меня был опыт работы за рубежом, я работала в посольской школе, и поскольку я работала всю жизнь в УЗИ, а не в школе, то я пыталась найти себе место. Это были времена, когда в школе при нашем посольстве учились дети из разных стран. А это какая страна, где вы работали? Югославия. Югославия. Это были венгры, это был кубинец, были чехи, афганцы, и возникла задача научить их русскому языку, для того, чтобы они могли учиться в школе. Соответственно, я не знала ни одного из этих языков, и говорила с ними только по-русски. Через полгода они вошли в основной класс и стали учиться на русском языке. Я к вопросу о языке-посреднике. Вот во всех этих историях, связанных с преподаванием, язык-посредник мешает. Моя позиция. Мешает. Если другая точка зрения, мешает. Если ему не будет очень быстрее. Конечно. Конечно. Языковую среду валяться. Одно дело, когда вы приехали в Лондон, и у вас есть проводник, который говорит по-русски и по-английски. А другое дело, когда вы приехали в Лондон, и у вас нет проводника, который говорит по-русски. Догадайтесь, кто быстрее освоится в этой ситуации. Наталья Валентиновна, тут нужно все-таки учитывать, что проект международный, а на международном уровне мы прекрасно знаем, какой язык доминирует. Это понятно. Но ведь так было, опять же, не всегда, потому что я недавно читал исследование о том, что где-то еще в 50-е годы было 50 на 50, какой из языков английский и русский, особенно в научной литературе, возьмет именно вверх. И только то, что наша страна, будучи закрытой, проиграла эту схватку, с тех лет мы стали проигрывать. И до этого еще было неизвестно, английский ли будет. То есть мы на международных площадках, кстати, ведь говорим о том, чтобы русский язык становился рабочим языком. И это происходит. Поэтому я считаю, что английский может быть для некоего бытового общения, для того, чтобы им было комфортно обучаться. Но обучение... Исключительно на русском языке. Исключительно. Ну, это вы, думаю, уже промеж собой. Немножко отвлеклись, подискутировали. Это здесь хорошо. Продолжаем, Елена. Это первое направление нашей деятельности. Второе, это выпуск учебной литературы, который продемонстрирует преподавателям, опять же, в первую очередь, русского языка, как родного, неродного и иностранного современной методики преподавания русского языка. У нас будет тысяча экземпляров, примерно у нас уже там 250 страниц и будет выпущено в декабре. А эти методики, они откуда взялись? Методики тоже со всего мира. Вот, а все, кто желает бесплатно опубликоваться в нашем сборнике, ринзовский сборник, вот, а те присылают материалы. То есть, как бы, вот, люди, которые работают с русским языком за рубежом, могут свою методику послать, условно говоря. Да, совершенно верно. И там будет такой сборник разнообразных подходов к обучению русскому языку. Да, 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 совершенно верно. Например, какой-то преподаватель из Австралии, да, автор какой-то методики, он ее уже в полную. Да, 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 и вот там мы сейчас собираем самое интересное со всего мира методики, авторские методики и опубликуем их в отдельном сборнике. Вот, он будет как в печатном, так и в электронном варианте. Вот, а третье направление тоже очень интересное. Это создание международного информационно-просветительского и образовательного сайта «Русский онлайн». Вот. Вот. Подошли, конечно. Подошли, собственно, откуда взялось это название. Да, 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 это у нас сайт, целевая аудитория очень широкая, в частности, у нас есть рубрика «Цветик-семицветик», которая, это методическая поддержка преподавателей. Для детишек, видимо, что-то нет? Нет, это как раз «Цветик-семицветик» — это методическая поддержка преподавателей. А, такое название просто учителя, детское, игривое символы. Да, да, у нас там очень интересные такие знаковые символы, чтобы посетитель нашего сайта даже через какие-то символы, образы и так далее приобщался к русской культуре, к русской истории, к русской символике. Вот, например, другой раздел у нас называется «Матрешка», это русский как иностранный. То есть мы сейчас разрабатываем мультимедийный курс, учебный курс для иностранцев, которые хотят проверить уровень владения русским языком. Или, например, у нас будет «Жар птицы», это увлекательный русский для всех. Вот там «Березка», это будут карты образовательных ресурсов русского языка. У нас будет там «Балалайка» или «Языковые игры с Пушкиным», то есть различные лингвистические игры и так далее. А «Медведь», «Путин», «Путин»? У нас «Медведь» в качестве символа, который будет сквозить практически на каждой странице. А «Дымковские узоры» тоже будут? То есть наша «Ветская специфика» тоже, конечно, это все-таки наш ВУЗ, в конце концов, должна быть «Дымковская». Более того, например, вот этот электронно-мультимедийный курс, который будет подразумевать такую индивидуальную обучающую траекторию для иностранных студентов, он будет исключительно на вятском местном региональном материале. То есть сейчас мы собираем различные аутентичные тексты, сказки и так далее, песни вятские и тому подобное, историю вятского. И весь учебник будет исключительно на региональном материале. А что их собирать-то? У нас замечательные этнографы в университете, у них все уже собрано. Вопрос-то в том, что иностранец, который будет по этой программе, он начнет говорить-то по-вятски все-таки. Нет, у нас... У нас все-таки довольно специфический говор, вот если нас сейчас кто-то слушает в другом городе, они удивятся довольно-таки, да? Да. Ну, в этом случае они не удивятся, но они поймут. Они в любом случае поймут, да, что мы точно тут не москвичи сидим, не москвичи, не нижгородцы. Вот. Еще одно направление, которое у нас уже запущено, работает, это... Так, подождите, когда сайт должен появиться все-таки? Сайт уже создан. Создан. Вот, но мы запустим его, скорее всего, на следующей неделе. И поэтому можно будет посмотреть на латыни, набрать русский онлайн, вот, и предполагается, что ссылка уже будет работать. Это будет русский онлайн-ру, типа тобой будет, да? Русский онлайн.ком. Ком, сайт международный дамин.ком. А не РФ, вот если уж совсем-то про русский говорить, может быть, все русскими набирать? Нет. Кириллицей. Точка ком. Почему? Потому что у нас целевая аудитория, в том числе, ближняя и дальняя зарубежья, а не только жители нашей страны. Ком, понятно, все понятно, ком международный. Вот. И мы договорились с разработчиками, что уже через три месяца при наборе русский онлайн мы будем в первой десятке в Гугле и Яндексе. Вот, через три месяца нам обещаем. То есть деньги будете Гугл и Яндексу платить? Да. Они же не бесплатно в топ-то попадают. В топ-то попадают не бесплатно. Но государство нам выделило. Ну, понятно, да. Вот. И еще одно очень интересное направление. В нашем городе мы подключаем еще и учителей, которые преподают русский язык, прививают любовь к русской культуре. Вот у нас уже создана инициативная рабочая группа преподавателей города Кирова, вот, которые занимаются тем, что они собираются и, опять же, делятся между собой каким-то опытом, авторскими методиками. У них уже прошло две встречи. Примерно, это 60 преподавателей нашего города Кирова. Причем... Только город или область тоже? Пока только город. Только город. Пока город. А какие школы можем назвать какие-то? Ой, а там почти... Ну, это 60, это практически вся школа. Ну, то есть не только элита, там, колледжи, там, простите, гимнадий, наши лицеи, но и обычные под номерами, да. Да, и вот цель как раз работы этих инициативных групп это стимулирование вообще творческой активности педагогов-русистов. Вот. И вообще освоение им каких-то передовых методик преподавания русского языка как ротного. Ну, вот в этот международный проект наш, авиатские учителя, каким вот образом они вписываются? Я не очень понял. Они вписываются. Они вписываются. Почему? Потому что, как оказалось, у нас в городе очень много преподавателей, русистов, которые разрабатывают, собственно, авторские методики преподавания русского языка как ротного. В странах ближнего и дальнего зарубежья, но и в нашей стране. Ну, чтобы не 5% говорили на русском литературном, а немножко больше, да? Да, совершенно верно. Немножко в паузу успели переговорить, пока у нас нет перерыва. Вот эти проекты активно реализуются, и у нас география очень широкая. То есть, как я уже говорила, заявки со всего мира приходят. Это раз, количество преподавателей, которые нам присылают, уже ориентировочно 200 человек, даже, может быть, чуть-чуть побольше. Кроме того, у нас активно работают наши студенты Вятского государственного университета, журналисты, рекламисты, студенты, которые занимаются связями с общественностью. Вот, в частности, они снимают различные ролики, берут интервью, да. И все это будет выложено на сайте Русский онлайн. Елена, скажите, пожалуйста, этот проект, он имеет какие-то временные рамки, ограничен, либо он бессрочный, там, тот же сайт отработает год и прекратится, что ли? Нет, мы надеемся, что это будет долгосрочный проект. Вот у нас уже в ходе и в результате общения с преподавателями всего мира возникло огромное количество идей, которые мы хотим реализовать и, опять же, подавать на грантовые заявки. То есть, можно дорабатывать, что-то добавлять, состыковывать и решить. Вот, да, первый, который очень ответственный для нас, это до конца этого года, вот, у нас будет и выпущено, и пособие, у нас будут выпущены мультимедийные курсы, у нас будет приведено курсы повышения квалификации и запущен сайт. Это до Нового года, и после Нового года мы вот так долгоиграюще еще наметили уже несколько интереснейших проектов. Поделитесь, если останется время. И вы, как руководитель проекта, хочу я немножко подытожить, как руководитель проекта «Русский онлайн» за все это отвечаете. Так что, если что, то весь спрос с вас. Абсолютно. Боже мой. Вот так. Елена принесет знамя русского языка. Просто я сейчас представляю масштабы, да, и... Я предлагаю уйти пока на маленькую рекламную паузу. И скоро продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». Введут передачу Николая Голикова и Владимира Смитарина. Еще раз напоминаем, кто у нас в гостях. Елена Воронова, руководитель международного проекта «Русский онлайн». Собственно, о нем и говорим мы. Филолог, культуролог, кандидат к культурологии, доцент кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций Советского государственного университета. И Наталья Муравдева, ректор Академии коммуникации и информации, доктор филологических наук, профессор, член российской коммуникативной ассоциации. Вот, Наталья Валентиновна, мы чуть позже немножко попытаемся, но тут просто важные моменты выяснились. Важные вопросы как раз, да, по повышению квалификации. То есть я как раз спросил, это будет в очной форме проходить, вот, Елена, сильно уточните, вот как это будет все происходить. Да, вот до 1 ноября мы принимаем заявки на повышение квалификации, которые в виде... Вот, которые со всех стран идут, да, в виде различных методических разработок. Вот, а с 1 ноября у нас начинается заочный дистанционный этап, когда у нас будут читать вебинары. У нас несколько вебинаров, вот, в результате которых преподаватели получат удостоверение не только от нашего университета, но и от университета Германии. У нас уже с ними есть договоренность. И далее, в конце ноября, 23-24, 25-е, 3 дня мы встречаемся очно. Вот со всеми этими вот двумя остами, или вы убираете кого-то? Нет, мы выбираем 15 лучших авторов в методик так, и приглашаем их за наш счет. Мы оплачиваем и дорогу, и оплачиваем проживание в нашем городе. Кроме того, у нас запланирована интересная программа, вот, по городу Кирову. То есть мы познакомим с святкой, с Кировой, с традицией. То есть экскурсии какие-то, посещение мест интересных наших достопримечательностей? Да, 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 совершенно верно. Мы сказали, когда это ожидается приезд? Это 23-24-25-е. Вот эти три дня мы будем активно работать. На ноябре или декабре? Ой, ноябре. На ноябре, это уже довольно-таки скоро. 23-25-е, ноябре, да, совершенно верно, уже в следующий месяц. У нас уже зима будет, наверняка мороз будет, а тут люди приедут. И там у нас будет необычная встреча. В Австралии, да. Почему? Потому что у нас предполагается эдютон. Эдютон – это так называемый продвинутый семинар. Вот опять же, про русский язык. Да, мы говорим по-русски. А без этого никак. Так вот мы говорим по-русски. Да, совершенно верно. И вот опять же, воспользуюсь лексикой, которая понятна. Среди педагогов у нас запланированы не только традиционные лекции, не только мастер-классы, но и скилл-сессии. То есть это сессии по обмену опытом, когда не только лекторы, приезжие будут рассказывать, как и что, а сами 15 участников, лучших преподавателей русского языка и иностранного, будут делиться своими методиками. Кроме того, у нас запланирована страт-сессия, в итоге которого мы все вместе будем проектировать наш сборник упражнений. То есть нас ждет очень насыщенная и интересная программа. Так, мы проговорили, как определить у преподавателя уровень владения русским языком. Вы как-то это будете выяснять? Не окажется так, что приедет и кто-то из иностранных преподавателей, русского как иностранного, ну вот, трудно с ним будет общаться. А, английский живурин. По-английски живурин. Все, вспомнил. Ты заметил здесь термин, это скилл-сессия, вместо обмену опытом. Да, у нас все уже для англичан подточено. Да, к сожалению. К сожалению. К сожалению. Ну, опять же, не знаю, как-то зли ржаву обидно. Уж можно было у нас-то назвать обмен опытом, всем понятно. И они бы поняли, куда бы ни делись. Конечно. Наталья Валентиновна, вы как очень опытный человек. Как вы оцените саму идею вообще на уровне государства, организации этого конкурса, и какую оценку даете тому, что придумали ваши коллеги из нашего города? Вы знаете, я, безусловно, оцениваю это положительно, потому что я считаю, что это делать нужно, возвращаясь к тому, что мы когда-то делали. Это не первый шаг в нашей попытке завоевать иное пространство через язык, через культуру. К сожалению, мы ушли с этого поля, и теперь мы возвращаемся туда. И, безусловно, такая попытка и такое возвращение может быть оценено положительно. То есть не поздно, вы считаете? Я считаю, что никогда не поздно начать говорить по-русски. Никогда. Важно, зачем вы это делаете, ваша мотивация, и кто вам помогает это делать. Это тоже имеет большое значение. И в этом смысле здорово, что в Вятском государственном университете есть такой проект. Но я, например, живу в Москве и отчасти имею отношение к преподаванию русского как иностранного, но я об этом проекте не знаю. Это проблема, потому что кроме тех преподавателей, которые живут за рубежом, в Таджикистане, в Австралии, в Германии, есть большое количество преподавателей, которые живут в России, и которые обучают русскому языку, прежде всего иностранных студентов. Их очень много. И поэтому, мне кажется, что из вот этого проекта должен вырасти большой проект на уровне национальном. И то, что Вятка сделала здесь первые шаги, позволяет надеяться, что она и пойдет впереди этого большого отряда. И вот это важно не потерять. И в этом смысле, конечно, здорово, что коллеги придумали. Но не случайно Николай спросил, а при чем здесь преподаватели русского языка из наших лицеев и школ? Из наших лицеев и школы, да. Да, вот они как бы при чем? Безусловно, при чем? Потому что это все часть одной большой проблемы. Проблемы того, как мы говорим по-русски. При этом я, например, думаю, что не надо так нападать на диалектизмы, жарганизмы, просторечия и, боже упаси, даже еще более низкие страты языка. Просто нужно давать понять, что это... Да, просто нужно давать понять. Что все хорошо в свое время. В свое время, в своем месте. А для чего ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Потому что молодые люди будут создавать сленг. Хотите вы этого или не хотите. Каждое поколение создает свой язык. Есть причины для этого, объективные, поэтому мы не можем им закрыть эту дорогу. Программисты будут говорить на своем языке. Но в самом компьютерном жаргоне происходят очень интересные процессы языковые, где мы видим, что это не отдельное образование, это часть литературного языка. Откуда клава? Откуда мышь в языке программистов? Что-то они переводят. Но они переводят так, что они возвращаются в свой родной язык. Поэтому я не вижу здесь большой проблемы. Мне кажется, что вообще речевая свобода это очень важное завоевание нашего времени, в том числе и в языке. Но я еще раз повторяю, вы должны понимать, где вы, с кем вы, о чем вы, и тогда у вас все будет в порядке. Вы будете оказывать поддержку, помощь коллегам? Если да, то какого рода? Я пока не готова сказать, какую поддержку, но я понимаю, что это проект, который требует взаимодействия с другими вузами. Это не вопрос одного Вятского края. Понимаете? При том, что, конечно, безусловно, здорово, что у нас есть такие центры, и по всей стране, да, очевидно, они есть, где каждый делает свой шаг. Если мы вот эти отдельные ручейки сольем, будет мощная река. То есть проникновение наше станет шире, и надписи будут не только в общественном парижском туалете. Безусловно, да, безусловно. И русский онлайн, и скилл-сессии мы сможем с вами произнести по-русски. По-русски, чтобы у вас слова были русскими. Потому что что такое, пролонгируйте мне этот договор? Да, это в профессиональном жаргоне финансовой сферы закрепилось, но мы сейчас пролонгируем вообще все, в том числе и трудовой договор. А с чего бы это? Поэтому, безусловно, мы должны не строить стенку между своим языком и чужим. Мы должны понимать, что есть это, это и это, и все качественно использовать. Мне сейчас захотелось у наших гостей выяснить, откуда произошло одно слово. Не цензурное, но я уже... Все, у нас время заканчивается. После эфира. Перестань, спасибо большое. С нетерпением ждем начала реализации проекта. Вернее, он уже стартовал. Появление сайта «Русский онлайн» на широкие круги. Будет он ориентирован. Сможет любой желающий зайти проверить свой уровень владения русским языком. Обязательно. Кстати, мы обязательно будем продолжать эту тему. У нас в эфирах, мы уже говорили об этом. Так что будем наблюдать за этим, так сказать, в режиме онлайн. Онлайн. Спасибо. Большое вам удачи, Елена Воронова и Наталья Муравьева. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.